Открытие уникальной выставки из 24 снимков стало поводом пригласить в здание Генерального консульства России почетных гостей, представителей вертикали власти, дипломатических миссий других стран, руководителей ведущих предприятий-экспортеров. На фотографиях самые важные и знаковые моменты деятельности за последние пять лет. Причем к оформлению вернисажа в консульстве подошли достаточно креативно. Основные моменты работы дип-представительства показаны через призму шедевров изобразительного искусства. Жуковский, Шишкин, Кандинский, Шагал – работы авторов мирового значения со смысловой нагрузкой. Где-то перекликаются с современностью, где-то дополняют кадры легкой иронией и ноткой юмора. Эта выставка, которую мы сегодня представляем на суд наших зрителей, она прежде всего посвящена Брестскому углу. А именно, она рассказывает о нашей работе за последние пять лет. И в то же время она показывает нашу любовь к Бресту, к Беларуси и к нашим белорусским друзьям. Фактически, здесь вы можете видеть в этих композициях не только художников, но прежде всего русских художников. И многие из них родились в Беларуси, или их профессиональная деятельность – Шагал, Малевич, Жуковский – было связано с Беларусью. Открывая выставку, Игорь Конякин поблагодарил всех присутствующих за то, что вот уже порядка шести лет он трудится бок о бок с профессионалами. Особая слава благодарности в адрес руководства города, которое поддерживал и поддерживает все начинания, участвует в решении насущных вопросов. В свою очередь, Александр Рогачук отметил, что наличие и активная работа дипломатических миссий в Бресте подтверждает статусность города, его экономическую и социальную привлекательность. Наличие дипломатических учреждений в городе повышает статус самого города, поэтому мы всячески содействуем открытию новых почетных консульств, мы всячески содействуем, чтобы работа дипломата в нашем городе была максимально комфортной, чтобы здесь была именно столица округа дипломатического. И Игорь Юрьевич, как дипломат, очень много делает для продвижения интересов своей страны, культуры своей страны и, соответственно, для разнообразия нашей жизни, нашего города. По всем направлениям. И тот проект, который был реализован и реализуется в Брестской крепости в союзном формате, во многом заслуга именно дипломатов, которые правильно расставили акценты по привлечению большой суммы инвестиций в реконструкцию Брестской крепости. Это один из многих примеров. Представителям российского консульства удалось весьма точно передать настроение снимков, подчеркнуть особую духовную близость, которая есть между народами Белоруссии и России. При этом напомните о многоплановости, происходящей в городе событий, о том, что жизнь, несмотря на пандемию, продолжается, о том, что важное и интересное рядом. Мы хотели показать на примерах фотографий, которых мы соединили с репродукциями известных художников, хотели показать то, как дипломат может видеть что-то необычное в обычном или воспринимает что-то так, как не видит никто. Вообще же профессия дипломата, как мы все знаем, она сродни какому-то дипломатическому искусству. Не зря говорят вот изречения, пока молчат пушки, говорят дипломаты. И, наверное, мы видим на этой композиции действительно мирную жизнь. И эта жизнь говорит о том, что любовь к родине, к любовь к отчизне, любовь друг к другу, она должна торжествовать. Пока выставка «Дипломатия как искусство» состоит из 24 работ. Однако со временем организаторы планируют дополнить ее новыми снимками. Свою прописку вернисаж получит в зале приемов посетителей.